Лопс! Ну что, я думаю, по абресу уже понятно, да, что это у нас? Это у нас Сатурн, а качается он из-за ветра. Ёлки-моталки, как классно видно. Так, значит у нас сегодня 18 августа 2018 год, Харьков, 2021 по Киеву. Я даже на маленьком экране фотоаппарата вижу кольца, отдельно от планеты, вот это да! Это у нас Никон себя так хорошо показывает, отлично, ну ладно, вообще у нас идея поснимать парад планет. Начал я с Сатурна, потому что его наихудшим образом видно визуально, по крайней мере сейчас, на небосклоне. Начал с него, сейчас попробуем прицелиться по Венере. Венера куда ярче, но на фоне заката. Венера у нас вчера была на наиболее удаленном расстоянии от Солнца. Ох, комарики, комарики! Что позволяет нам ее видеть наилучшим образом. Ох, комарики, комарики! На Никоне у нас восемьдесят три крата оптическое увеличение, чтобы вас всех кровососал. Елки-моталки! Я вижу Венеру как Луну, наполовину освещенную. Блин, а что я рассказываю? Если мне это видно на этом маленьком экранчике, на мониторе это будет видно просто великолепно. У нас такое себе пололуние. Раздражает конечно дико вот так рыбачить, но такие расстояния такие. Краты. Не получается мне настройку отпустить. Приходится все время ловить. Ты посмотри, какое дичайшее приближение. О! Все, отпустилось, сейчас только ветер шевелит. Венера на своем наибольшем удалении от солнца освещена наполовину. Господи ты боже мой! Я с третьей планеты смотрю на вторую и вижу насколько она освещена солнцем. Ну ребята, я впечатлен. Не знаю кто как. Ладно, поехали к нашему. Юпитер. У нас же парад планет или где? Вот это да! Да, ну когда мы смотрим на Юпитер, мы конечно рассчитываем на то, что видим и галилеевые спутники. Но я так понимаю, пока их не видно просто из-за того, что освещенность слишком хорошая. Закат нам затмевает все эти красоты. Хотя вон я уже какой-то вижу слева. Ладно, там на мониторе потом посмотрю. У меня оптические иллюзии это или... Ладно, поехали к Марсу. Сатурн сняли, Венеру сняли, Юпитер сняли. Остался у нас Марс, который сейчас вообще очень рядышком с Землей. За 15 лет на ближайшем расстоянии к Земле у нас сейчас Марс. Ай-яй-яй. А шо ж тебе не видать? Ай-яй-яй. А, вот он-то красавица. Напугал меня, думаю, надо же, все снял, а самый яркий Марс и не видно будет. Вот это будет сюрприз. Вот так-то. Ты мой золотой, ну что делать, ребята? Это, блин, ветер. Даже малейшие колебания и так стал рядом с посадочкой. Тоже, кстати, видно, что у меня фейс, ему светит сейчас солнце, он чуть-чуть скошен. По освещению. Марс сейчас 61 миллион километров, по-моему, от Земли. Есть классная программа, ребят, Stellarium. Хоть российская, но пользуйте. Кому не советую, все очень хвалят и, в общем-то, сам я ей очень доволен. Там можно посмотреть и расстояние до объекта, и освещенность, или как это, яркость. Так, ну что, снимем тогда еще луну и умрем полностью с собой довольны. Да, ты видишь, он вообще исчезает, в темноту пропадает куда-то. Вот так вот. Все. Стою, жду, ничего не шевелю, все колебания, это колебания атмосферы, воздух шевелит камеру, или комары, ребятки. Какая краса. Да, движение луны по экрану это сейчас как раз никакие не колебания ветра, объективное движение. Луны вокруг Земли, вращение Земли. По-моему очень знатно. В полнолунии даже не так эффектно. Сейчас вот это вот тени на кратерах. Куда рельефнее выглядит. Так, это у нас сегодня 18, как я и говорил, август 2018 год, Харьков. И время у нас 20-34 по Киеву. Попробую вручную поводить по этой красоте. Ноздреватая луна. Великолепно, просто великолепно. Я вообще счастлив. Новый год. Великолепно, просто великолепно. И в этом году мы приезжаем.